МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему летящим в США будут запрещать проносить на борт все, кроме телефона? Первомайский подарок трудящимся и оттрудившимся. В Украине с сегодняшнего дня выросла минимальная пенсия. Теперь она 1312 гривен. Столько же составляет прожиточный минимум для нетрудоспособных украинцев, а для трудоспособных почти 1700 гривен в месяц. Надбавок стоит ждать и за сверхнормативный стаж. Кроме того, выплаты увеличат ветеранам войны и жертвам нацистских преследований, повысят пенсии и за особые заслуги. Очередное повышение произойдет не раньше, чем через полгода, а с 1 декабря минимальная пенсия будет 1373 гривни. Боевой 1 мая. Где спокойно, а где с потасовками и рукопашной? Украина встретила и проводила 1 мая. Каким день солидарности людей труда был в разных регионах страны? Материали наших корреспондентов. Самое масштабное первомайское шествие в Украине прошло в столице. Несколько тысяч социалистов и представителей профсоюзов прошлись по Крещатику. Запорожье! Запорожье! Сегодня несколько тысяч из всей Украины, подкреслю, это не люди, которые подолали 2-3 остановки на метро. Нет, это люди, которые приехали из всей Украины. Старые люди, молодые люди вместе в одном автобусе ехали всю ночь. Ехали за надеей, поездом ехали. Среди немногокисленных зрителей были гости не только из других городов, но и стран. Елена – туристка из России. Девушка не верит федеральному телевизору, поэтому приехала отдохнуть в Украину. Мы приехали на майские праздники с Россией и не могли пропустить такой замечательный день. Приехали в Киев погулять. Не боитесь в Украине находиться? Нет, не боюсь совершенно. Все очень нравится, очень рада, что приехали. А вот в Херсоне дошло до драки. Там левые активисты подрались с правыми. По обе стороны собрались по 50 человек. Полиция стала живым кордоном, но избежать потасовки не получилось. Мы вместе в том числе окончания, в чем-то воскресенье. Также потасовка произошла на другом митинге левых возле памятника неизвестному солдату. Сюда пришли около 150 человек. В конфликт вовремя вмешалась полиция. Дрались и в Виннице. Там на группу пенсионеров и социалистов напали два десятка молодых парней в масках, которые начали вырывать красные флаги у пожилых людей. По данным полиции, никто не пострадал. Конфликт вовремя погасили. Слава нации! Слава нации! Украина! Украина! Качеторонная власть! Слава наряду! Слава наряду! Слава наряду! И труд май! И труд май! Неспокойно было и в Харькове. Около сотни пенсионеров прошлись по центру города. По пути к их колонне присоединились активисты с национальными флагами и возглавили шествия. Один из социалистов попытался сорвать украинский стяг и бросить его на землю. В ответ оппонент разорвал его первомайский плакат. Стычку сразу же блокировали сотрудники полиции в штатском. Слава Украине! Героям слава! Работники милиции! Флаг Украины нападение! Задержите, пожалуйста, нападение на флаг Украины! Не трогайте эти граберы! Ребята, идите своей дорогой! Другой анонсированный митинг в Харькове одной из политических сил не состоялся. Организатору за несколько минут до начала шествия неизвестный брызнул в лицо из газового баллончика. Это демонстранты расценили как нападение и попытку сорвать митинг. И из соображений безопасности отменили акцию. Центральные улицы Днепра с самого утра были окружены правоохранителями. Почти тысяча полицейских. Впервые на улицах появились конные правоохранители. Территорию обследовали и саперы с собаками. По главному проспекту прошли две отдельные первомайские демонстрации. Одна с лозунгом профсоюзов. Вет принятие трудового кодекса! Давай! Давай! Другая с символикой социалистов. Требует то, что ввелось международное право в Украине. О том, что были государственные гарантийные фонды для своевременной выплаты заработной платы. Веселее всего 1 мая отпраздновали в Запорожье. Вначале профсоюзный митинг. А потом на этом же месте творческая молодежь и общественные активисты провели флешмоб под названием «Монстрация». В руках держали транспаранты с аполитичными и абсурдными надписями. Например, такими как «Шашлык», «Май», «Вайфай». Кто-то пришел с гаслами, просто жертвовными, веселыми, выхлепнуть какую-то энергию. Кто-то пришел с какими-то социальными гаслами. И это его, возможно, какая-то громадянская позиция, позиция человека на этой планете. А в Николаеве и Одессе вообще не было никаких демонстраций. В Николаеве их запретили, а в Одессе шашлыки предпочли всяким митингам. Руслан Смещук, Сергей Ведмедь, Кирилл Ющишин, Светлана Шикера, Елена Миндалюк, Сергей Бордюжа и Андрей Анастасов. Подробности телеканал Интер. На Одесских улицах сегодня было спокойно. Но вот завтрашний день, годовщину трагических событий, 2 мая силовики ждут в напряжении. Охранять порядок, сообщили в полиции, будут 3000 правоохранителей. А в госпогранслужбе рассказали, что выдворили 8 иностранцев, которые могли планировать провокации в городе. Это граждане Кыргызстана, Белоруссии и России. Они прибыли разными самолетами в аэропорты Одессы и Киева. Все крепкого телосложения и якобы прилетели в Украину на спортивные соревнования. Но во время проверки СБУ и нас полиция оказалась, гостей пригласила некая общественная организация, которая ранее подозревалась в привлечении наемников для акции на Куликовом поле и захвата админзданий. Одним из первых тревожных сигналов стала сегодняшняя находка в центре города. Обо всем подробнее Андрей Анастасов. Оставленный кем-то рюкзак одесские полицейские обнаружили на Куликовом поле прямо у печально известного дома профсоюза. Внутри находились три гранаты, имитационный патрон, электродетонатор, запалы, аккумуляторная батарея и тротиловая шашка. Сейчас правоохранители пытаются выяснить, каким образом рюкзак оказался в этом месте. Напомню, именно на Куликово поле завтра придут множество людей, желающих почтить память. 48 человек, погибших 2 мая 2014 года. С какой же целью неизвестные оставили здесь рюкзак со взрывчаткой? В полиции рассматривают несколько версий. Одна из них – подготовка теракта. В полиции попросили одесситов завтра избегать массовых скоплений людей. Сейчас в городе повышенные меры безопасности. Улицы патрулируют свыше 2000 правоохранителей. Это силы полиции, нацгвардии, патрульной службы, СБУ и других ведомств. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности – телеканал Интер. Одесса. Напомню, в 2014-м произошли масштабные столкновения на Куликовом поле и пожар в Доме профсоюзов, в результате чего погибли 48 человек. До сих пор никто не понес наказание. И сегодня в Одесской областной прокуратуре сообщили, что могут объявить подозрения еще нескольким фигурантам. Это те, кто не позволил антимайдановцам покинуть пылающий дом профсоюзов и внес зажигательную смесь внутрь помещения. В прокуратуре оправдываются. Установить личности было сложно, поскольку люди действовали в масках. Первомай в Стамбуле собрал на улицах тысячи людей. Не обошлось без стычек. Задержаны более 200 участников акций. Но в этом году демонстрации приобрели политическую окраску. С плакатами нет диктатора. Часть митингующих пыталась пройти на площадь Таксим. Полицейские препятствовали шествию. Силовики применили слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы разогнать активистов. В 2013-м на этой же площади проходили массовые акции протеста против власти Раджепа Эрдогана. С тех пор собираться здесь запрещено. Таксим очень значимое место для рабочего класса. Власть запрещает нам идти на эту площадь, потому что ее политика направлена против рабочего класса. Правительство боится этой площади. Они всего боятся. Но Таксим наш. Массовыми беспорядками закончилась первомайская демонстрация в Париже. Профсоюзы вывели на улицы тысячу людей. Колонна демонстрантов должна была пройти от площади республики до площади нации. В это время около 150 провокаторов в масках и капюшонах вклинились в процессию. Полиция попыталась их обезвредить, но те начали шевырять в стражей порядка бутылки с зажигательной смесью. В результате стычек пострадали четверо полицейских. А вот политики во Франции не упустили шанса использовать первомай для агитации и предвыборной риторики. В тех же европейских странах, где до выборов далеко, это обычный выходной. Поводы строить уикенд и подарить друг другу ландыши. С какими настроениями Европа встретила первое мая? Подробнее Елена Зорина. День труда именно так называют первомай в Бельгии. Редкое для Брюсселя явление, но все же двери всех евроинституций сегодня закрыты. Здесь официальный выходной. То же самое и с большинством магазинов. На улицах в основном туристы фотографируются, осматривают достопримечательности. Здесь отдыхают, пока дома демонстрации. У нас в Австрии традиционно в этот день многолюдные демонстрации и заявления о солидарности. Здесь мы наслаждаемся выходным днем. Бельгийцы в день труда тоже не работают, кто на пробежку, кто просто в парк погулять. Но самое главное это цветочная традиция. Небольшой букетик ландышей. Это то, что должен подарить близким, знак солидарности трудящихся и в честь праздника. Сегодня еще отмечают и день этого цветка. Мы покупаем вот такие букетики, отправляем в сообщениях открытки с их изображением. Вам подарили такой букетик? Нет. Это нехорошо. Каждый парень и мужчина этим утром быстренько, начиная с 7 утра, идет в магазин, чтобы купить такой букетик для жены, дочери. Это не какой-то там особенный день для нас. Всего лишь выходной. Это день труда, но мы не работаем. Мы проводим время с семьей. Вот сейчас вышли в парк прогуляться, но это не в честь Первомая. А вот где традиционно отмечают Первомай с размахом, так это во Франции. Не только в Париже, но и по всей стране сегодня проходят профсоюзные митинги, посвященные правам трудящихся. Но в этом году еще и президентским выбором. На носу второй тур уже в это воскресенье. Я хочу, чтобы национальный фронт и Липен не пришли к власти. Тот, кто победит, должен реагировать на социальную несправедливость, бороться с неравенством. И мы об этом напоминаем господину Макрону в этот Первомай. Сами политики тоже не упустили возможности лишний раз напомнить о себе центрист Эммануэль Макрон, которому социологи упорно прогнозируют победу, с утра почтил память марокканского парня, погибшего в 95-м после майской демонстрации. Скинхеды загнали его в сену, и он утонул. Они пришли к реке с митинга ультраправых, который проводил отец Марин Липен. После этого мероприятия Макрон отправился на уличный митинг. Своих сторонников вывела и лидер ультраправых. Сама Марин Липен до сих пор вину ее политсилы в этой истории отрицает. Больше говорит о нынешнем сопернике. Реальность простая и понятная. Эммануэль Макрон – это просто Франсуа Ланд, который хочет держаться за власть и быть как в ракушке. Мой соперник говорит, что будет продолжать политику Оланда в этой стране. Мы выбьем его из гонки. Это очень важная гонка. Я чувствую свою ответственность. Даже те, кто не разделяет моих взглядов сегодня, призывают за меня проголосовать. Они вызывают у меня уважение. И сегодня же проевропейский кандидат Макрон не исключил выхода их страны из ЕС вслед за Великобританию, если реформ в Евросоюзе не будет. Я проевропейский политик, но в то же время мы должны учитывать ситуацию. Дальнейшая разбалансированность в работе ЕС недопустима. Поэтому я считаю, что мой мандат распространяется и на глубокое реформирование Евросоюза, нашего европейского проекта. Единство Европы – это еще одно требование нынешних демонстрантов. Накануне именно эти лозунги в Германии вывели на улице несколько тысяч человек. Елена Зурина, Иван Ермаков. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер». А канцлер Германии Ангела Меркель завтра отправится в Россию на переговоры с Владимиром Путиным. Их встреча пройдет в летней резиденции российского президента в Сочи. Каковы главные темы консультации и чего от них ждут, расскажет Татьяна Лагунова. На все про все три с половиной часа, включая переговоры, обеты и общения с журналистами. Ангела Меркель летит в Сочи на встречу с Владимиром Путиным. Первый за последние два года визит немецкого канцлера в Россию будет коротким. И, как прогнозируют в Берлине, скорее дежурным. В последнее время Меркель и Путин общались на полях различных саммитов и часто говорили по телефону. Но в гости друг к другу с визитом не ездили давно. И это тот случай, когда никто не скрывает. Официальная повестка встречи сильно отличается от реальной. Визит Меркель в Сочи заявлен как подготовка к саммиту Большой Двадцатки. Его Германия будет принимать этим летом. Но в Берлине и Москве подтвердили – говорить лидеры будут о другом. Главная тема переговоров – ситуация в Сирии и на востоке Украины. Меркель и Путин обсудят эскалацию на Донбассе, выполнение минских соглашений и будущее нормандского формата. Позиция Меркель неизменна. Пока договоренности не будут реализованы полностью, санкции против России останутся в силе. Мнение Кремля тоже известно. Там настаивают на выполнении в первую очередь политической части Минска. Темы известны, позиции тоже результат предсказуем. Особого прорыва от встречи в Сочи в Германии не ждут. Визит Меркель рассматривают скорее как сигнал. Германия готова к диалогу, но на своих условиях. Татьяна Луганович, Слав Фролов. Подробности – немецкое бюро телеканала «Интер». Тем временем в Европейском парламенте Ангелу Меркель призвали проявить твердость во время диалога с Путиным. Александр Ламсдорф, замглавы Европарламента, считает, что канцлеру необходимо занять жесткую позицию по урегулированию конфликта на Донбассе. И пока Россия не выполнит своих обязательств, о смягчении санкций не может быть и речи. На Донбассе до тишины далеко. За минувшие сутки боевики 54 раза обстреляли позиции украинских военных. Один наш боец погиб, семеро получили ранения. Ирина Баглай продолжит. Трижды за сутки над украинскими позициями наши военные фиксировали вражеские беспилотники. Для украинских солдат это уже как сигнал готовиться к следующему обстрелу со стороны боевиков. Игорь показывает очередные разрушения. На этих улицах уже не разберешь, где старые, а где свежие воронки. Обстрелы боевики ведут хаотично. В основном, чтобы не дать нашим укрепиться. Вопреки договоренностям на огневые позиции противник снова выводит танки. Но выстрелы ночью слышно хорошо. То есть есть время, чтобы укрыться в блиндаж или по звуку слушаем, куда он летит, допустим. Бывает так, что слышно, что пролетает над нами. И летит все в город? Да, в город зачастую. Днем же активизировали снайперы наемников. Наши военные говорят, по их технике чувствуется, что это профессионалы. Маскировка происходит под местность, мусорки, пеньки, покрышки. То есть позицию, опытный снайпер готовит позицию так, что даже если наблюдать его в течение нескольких часов, то его тяжело будет потом, ну, тяжело его выявить. А недавно наша разведка зафиксировала, к боевикам прибыла очередная так называемая ГУМ-помощь из России. Радиолокационный комплекс, позволяющий прослушивать и глушить связь. Появилась у них Рябовская какая-то станция мощная, потому что запускали беспилотик, который имел свойство улететь в их сторону. На Донбассе не было даже ни одной части, там где могла какая-то Рябовская часть. Там нету такого. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Виктор Иотко, из Донецкой области. Подробности, телеканал Интер. Тайник семью тысячами пачек сигарет обнаружили на границе с Польшей в Волонской области. Схрон обустроили всего в одном километре от границы в лесном массиве. 14 ящиков были засыпаны сухой травой и листьями. Кроме того, в тайнике обнаружили резиновую лодку и насос. Все это изъяли, пограничники обыскали местность, но выяснить, где контрабандисты могли пересекать границу или передавать товар, пока не удалось. В Ливии за контрабанду нефти перед судом предстали 14 украинцев, задержанного танкера «Рута». Об этом сообщает одно из местных изданий. По словам генерала Ливийского военно-морских сил, после трехчасовой перестрелки танкер был захвачен и вместе с экипажем доставлен в столицу страны Триполи. Среди задержанных были 14 украинцев, четверо турок и двое грузин. По неподтверденным данным, судно транспортировало нефть из Ливии на Мальту. Напомню, ранее в администрации Одесского морского торгового порта подтвердили, что танкер «Рута» принадлежит одесской компании. Семерых украинцев задержали в Великобритании. Их подозревают в незаконном пересечении границы страны. Каким путем нелегалы пытались пробраться на остров и что им за это грозит? Знает Светлана Чернецкая, Анна в Лондоне. Инцидент произошел на востоке Англии, в городе Орфорд. Это довольно изолированный район с небольшим портом, преимущественно для прогулочных судов. Украинцам почти удалось незамеченными проникнуть в страну. Для этого они использовали восьмиметровую парусную лодку. Но уже в самом конце пути не смогли справиться с сильным ветром. Судно отклонилось от курса, село на мель и команда подала сигнал бедствия. Береговая охрана поспешила на помощь неудачливым мореплавателям. Подвоха не ожидали. Яхта была зарегистрирована в английском Корнуэле. Но спасательная операция оказалась непростой. Никто из попавших в беду людей не говорил по-английски. В конце концов буксир удалось закрепить и лодку доставили в Орфорд. Там ее уже ждали сотрудники пограничной службы и полиции. В украинском консульстве в Лондоне нам подтвердили. Семерых украинцев задержали прямо на берегу, допросили и уже отправили в миграционные центры. Шестерых, скорее всего, просто депортируют из страны. А вот капитану может грозить тюрьма за контрабанду людей. Это не первый случай попытки перевоза нелегальных мигрантов через Орфорд. Три года назад в этом городе поймали десятерых украинцев. Шесть из них выслали под конвоем домой. А четверых организаторов осудили на сроки от года до трех лет тюрьмы с последующей депортацией. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности британское бюро телеканала Интер. Сегодня же в Великобритании арестовали троих женщин по подозрению в терроризме. Еще одна получила пулевое ранение во время спецоперации. Все задержанные в возрасте от 18 до 21 года. Во время рейдов в Лондоне и пригородах задержали также шестерых мужчин. Британские спецслужбы пытаются предотвратить любые атаки, поскольку угроза терактов сейчас очень возросла. 20 человек пострадали в результате инцидента, который произошел сегодня с самолетом-аэрофлотом. На подлете к Бангкоку Боинг, следовавший из Москвы, попал в зону турбулентности. Причем оборудование на борту не подало сигнала об упасном участке маршрута. Самолет буквально подбросило на 200 метров и те пассажиры, которые не были пристегнуты, получили травмы. Сюрприз для тех, кто направляется в США. В скором времени они могут столкнуться с серьезными нововведениями. Что именно изменится и почему в Штатах закручивают гайки? Дмитрий Анопченко узнавал все детали. В залах ожидания американских аэропортов уже Wi-Fi не выдерживает нагрузки. Так много у пассажиров электроники. Бумажные книги остались в прошлом веке. Чтобы скоротать время между рейсами, все прилипают к экранам. Работают, смотрят фильмы, проверяют почту и расписание. Ноутбук или планшет, крохотные иридеры, модные нынче электронные книги. Все это мы с вами традиционно брали с собой на борт. Брали вручную кладь, отправляясь куда-то в путешествие. Ну, как же без любимых гаджетов обойтись? Но сейчас американские аэропорты готовятся к переменам. И перемены эти очень серьезно ударят по пассажирам. Пресса выведала то, что пока что было скорее исключением. Собираются повсеместно ввести на любых рейсах, следующих в Соединенные Штаты и за границей. Полный бан на все, что крупнее мобильного телефона. Любую электронику на борт проносить не дадут. Заставят сдавать багаж. В тестовом режиме это правило уже сейчас работает. Для тех, чьи рейсы вылетают из нескольких мусульманских стран. И остальные пассажиры, начитавшись отзывов, уже сейчас переживают. Конечно, очень неудобно. Но ведь мы ничего не способны изменить. Просто возмутительно, что служба транспортной безопасности опять себе позволяет со всеми этими ограничениями. Во время рейса вся эта электроника мне для работы нужна. Я пока лечу, столько сделать успеваю. Это кошмар. Опасения еще и за сохранность дорогой техники. Ведь не секрет, что грузчики во многих аэропортах промышляют кражены. А электронику, хочешь не хочешь, придется в чемодан прятать и в багаж сдавать, если в гейтах не организуют пункты приема. Настолько масштабных ограничений не планировали со времени, когда в самолетах вдруг жидкости провозить запретили. И весь мир на авиаконтроле послушно выбрасывает все, что больше 100 миллилитров. В пресловутой ТСА, американской транспортной администрации, причины запрета комментировать отказываются, отказываются категорически. Однако журналисты выяснили из неофициальных источников, что была анонимная информация, якобы на одном из рейсов, который будет направляться в Соединенные Штаты, может произойти теракт с использованием как раз бытовой техники. Вот поэтому американцы и пошли на все запреты. Бан на электронику требует от авиакомпаний таких усилий, что дату введения новшеств и официально не анонсируют, и неформально пока раз за разом переносят. Предварительно американская пресса пишет как раз о начале мая, как о возможном дедлайне. Мол, не исключено, что эти майские – чуть ли не последняя возможность посмотреть любимый фильм на ноутбуке во время длинного перелета. И надежда только на тихий бунт авиакомпаний. Нам ведь это грозит только неудобствами, а им – серьезными убытками. К примеру, Эмирейтс, которую ограничения уже коснулись, в мае вдвое сокращает рейсы в Соединенные Штаты. Люди просто летать не хотят. Спрос на билеты падает. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Япония направила свой самый большой военный корабль для сопровождения американского авианосца «Карл Винсон». Вертолетоносец «Изума» должен встретить корабль США в Тихом океане и сопроводить к острову Сикоку. Это первая подобная операция Японии со времен Второй мировой. Только в 2015-м японский премьер подписал закон, который позволяет использовать силы самообороны за пределами страны или в интересах союзников. Тем временем Северная Корея грозится потопить атомную подлодку военно-морских сил США. Так в КНДР отреагировали на прибытие американской субмарины «Мичиган» в южнокорейский порт «Пусан». В Пхене они заявили, что готовы атаковать подлодку при возникновении угрозы безопасности страны или каких-либо провокаций со стороны американцев. Не исключают Северной Кореи и использование оборонительных сил ядерного сдерживания. Напомню, в Японском море ВМС Америки и Южной Кореи планируют совместное учение. Рэпер против политиков. Как выглядит маленькая принцесса Великобритании и почему детей лучше не приглашать в прямой эфир. Самые яркие события дня со всего мира собрали в международном обзоре наши корреспонденты. Завтра ей исполняется два года. Официальное фото британской принцессы Шарлотты опубликовала королевская пресс-служба. Снимок сделала мама, герцогиня Кембриджская Кейт. На фото заметно, насколько выросла маленькая принцесса. Она не часто появляется на публике и только благодаря таким редким фотографиям поклонники узнают о жизни ребенка. Хотя Шарлотта и младшая сестра наследника престола Джорджа, но она пользуется огромной народной любовью. Эминем судится с правящей партией Новой Зеландии. Знаменитый рэпер обвиняет политиков в незаконном использовании его песни. Суперхит «Луз Юселф» звучал в промо-ролике Национальной партии. И никакого гонорара автор за это не получил. Новозеландские партийцы утверждают, использовали лишь фрагмент композиции, который купили в официальной базе данных. Эминем не согласен и собирается отсудить кругленькую сумму за нарушение авторских прав. Малыши в прямом эфире – катастрофа. Доказано Софи Маккартни, матерью двоих детей, которая прославилась в интернете. Ее непослушный сын то и дело корчил рожи и откровенно зевал во время интервью. Софи сняла пародию на хит британского певца Эда Широна, посмеявшись над запахом подгузников и непослушными отпрысками. Ее веселая песенка стала настолько популярной, что обычная домохозяйка Софи в одночасье превратилась в звезду. Двое детей чудом спасли в США. В штате Техас, где сейчас бушуют штормы и наводнения, перевернулась машина. Там оказались заблокированными грудной и годовалый ребенок, которых пытались освободить родителей, просто проезжавшие мимо люди. После нескольких минут отчаянных попыток им удалось взломать дверь и вытащить малышей, которые едва дышали. Позже родители отчитались. Дети в больнице – состояние тяжелое, но стабильное. Из-за непогоды за минувшие сутки в США погибли 14 человек. Золото и бриллианты для кинозвезд. Пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля стала не только престижной, но и драгоценной. Награда изготовлена из чистого золота и украшена 167 бриллиантами. 40 часов над ней трудилась команда лучших ювелиров. Впрочем, пока неизвестно, кому достанется золотая ветвь, Каннский кинофестиваль стартует 17 мая. Секретную ракету от компании SpaceX успешно запустили с космодрома Канаверал и изготовили ее по заказу Министерства обороны США. Больше никаких деталей не разглашают. Возможно, на орбиту вывели спутник-шпион, который будет собирать разведданные. Инновационная компания SpaceX – первая за 10 лет коммерческая фирма, кроме Боинга, с которой сотрудничает американская Минобороны. В этом году в планах компании 27 звездных запусков. Больше новостей на нашем сайте, подробности UAE. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вечера и до встречи.